Приветствую вас, надо сказать, что дело не в причинах, а в том, что вы будете, какие выводы вы сделаете из этого, то есть мало на эти причины, нужно еще понять, что с ней делать, нужно понять, как с ней работать, нужно понять, как с ней взаимодействовать. Во-первых, вам для чего-то нужно замужество, это первое, что нужно выделить и определить. Замужество не может быть самоцелью, потому что замужество предполагает всегда некую идеализацию, некую образность, некое представление о семье, о муже и так далее. Это первое. Второе. То-то вы мужчин, которые старше или ровесников воспринимаете как пап, говорит о том, что вы боитесь подавления, вы боитесь нарушения своих личных границ, а это означает, что в глубине души вы в себе не уверены. и вы не уверены в себе, и вы, собственно, вот, опасаетесь, что вас будут подавлять. С чем это связано? Ну, скорее всего, с взаимодействием с папой вашим в детстве. Вот. Дальше. Что-то вам нравится, мужчины помладше, да, вы пишете, что с ними попроще, веселее, они более наивные, открытые. Вот. Ну, во-первых, это не всегда баг, тут вам уже мои коллеги описались по этому поводу. Но я скажу другое. Вы себя с ними чувствуете свободнее. А это большая радость. Дело не в том, какие они, но в том, какая вы с ними. И есть и 30, и 35, и 40-летние мужчины, которые тоже открытые, веселые от возраста, это независимо. Но дело в том, что вы только с мужчинами помладше чувствуете себя более спокойнее, увереннее. Нет угрозы. Понимаете? Вы не чувствуете угрозы себе. Это очень важный момент для вас. Именно от угрозы, от того, что вы чувствуете как угрозу, нужно исходить. Дальше. Дальше у нас идет такая же нестыковка. Мужчины на два-три года для вас малолетки. Почему? Откуда такое немного обесценивающее отношение к ним? Не обесцениваете ли вы мужчин вообще? Не продиктовано ли это страхом близости? И не поэтому ли у вас не получается выйти замуж? А какая женщина вы? Что у вас женская модель поведения? Какое оно? Ваше женское поведение? Какого мужчину оно подразумевает? Что вы можете дать мужчине? Не жертвуя собой? Как вы представляете себе отношения с мужчинами? Понимаете? Вот на этом все. Нужно найти ответ. То есть ваша проблема вовсе не проблема. Проблема в том, что вы видите в этом проблему. И с этим нужно разбираться. Вот и все. То, что вам с ними проще, свободнее, это говорит о том, что в других ситуациях вы чувствуете себя менее свободными. Это, вот эта проблема. А не то, что они младше вас на два-три года. Ну, младше, ну и что. Какие же они малолетки? В этом, вот в этом апрельский возраст два-три года даже пять лет не решает ничего. Но это говорит о вашей стереотипности мышления, шаблонности, которые тоже нужно, как бы, раскрывать. Потому что шаблоны смешают. То есть, если вы шаблонные в одном, значит вы шаблонные в другом. Если у вас есть стереотип в одном, значит у вас есть стереотип в другом. А это ограничивает. Вот. Может быть, все из-за этого вы не можете выйти замуж. Ну, не получается, вот. Ну, не исследовать. Это не просто поиск, поиск причин. Да и потом, знаете, вот если так подумать, что для ответа на ваш вопрос, да, то есть, ну, именно вот, чтобы ответить, в чем причина, достаточно мало информации вы подоставили о себе. То есть, вот все эти вопросы, которые я задал, да, вот на них надо ответить, чтобы получить более-менее полную картину. Там уже будет понятно, с чем нужно работать. Я бы рекомендовал ориентироваться на сопротивление. Я бы рекомендовал. Вот. То есть, что вызывает неприятие, да, вот тут в том направлении двигаться. Вот. Потому что сопротивление, это что? Это такая история. Так не должно быть, это неправильно. Это родительские голоса. И они мешают нам быть теми, кто мы есть. Ну, вот. В данном случае. Да, то есть, понятно, что, если, ну, кто-то толкает вас на откровенно негативные действия, это другое. Это один момент. И совсем другое, когда, например, я говорю, да, то, что, что мужчины на два-три года, да, младшие, они малолетки. И все, у вас сопротивление. Какие же они малолетки, они малолетки, они ничего не знают, с ничем не разбираются. Например. Это вот сопротивление. И в этом нужно работать. Потому что это вас ограничивает. Я уже молчу о том, что мужчина может воспринять это за ГВ. Это как обесценивание. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А желаю вам всего самого доброго и удачи. У меня вообще такой по скриптам будет. То, что вопрос, да, вот в чем причина, это не вопрос. Запрос, хочу ли я меняться. Хочу ли я что-то в себе менять, чтобы что-то получить. И что я хочу получить. И что я готов для этого сделать. Вот таким может быть запрос к психологу. Понятно? Вот. Удачи. Удачи. Продолжение следует...